Здравствуйте дорогие друзья, вернее доброе утро. Очень раннее доброе утро, очень-очень рано. Итак, суббота, 6 часов утра, фирма Питерсона, я иду в Питер, снова стоят перед вами с этой коробкой от ножика японского. Не сочтите это вот, что вот какой у меня ножик, хвостов стол, нет. Дело в том, что вчера, когда я провел воркшоп, то есть мастер-класс, я был в общем-то доволен. Задача, которую я себе поставил, сделать самими простыми средствами, сделать приспособление, которое позволит сотнями снимать, быстро снимать, учитывая слабые знания своих клиентов в фотошопе и в вообще фотографии. То есть я стремился повторить ту ситуацию, в которую я попал позавчера здесь, в надежде, что вот этот способ крепления в основном и съемки кому-то поможет, у кого нет желания, допустим, делать какие-то сверх красивые вещи, у которых задачи, вот дали ножи, вилки столовые и так далее, их надо снять. Но когда я пришел домой, так это удовлетворенный весь, я читаю вдруг комментарий Романа Парфенова о том, что, а чем не подошел вот этот рисунок на коробке. Сейчас я его близко покажу. И где дамасские узоры? Я думаю, что-то Роман, наверное, не дослушал или что, не понял цели моего видео. Оригинально, на оригинале я показывал, там нет таких четких узоров, их не видно просто-напросто. Здесь искусственно это все проявлено, тем более, что нарушен баланс белого специально, сделано уже не серебристое лезвие, а такое серо-зеленое что ли, серо-желто-зеленое. Я старался все-таки приблизить к оригиналу, таким образом избежать, скажем так, для клиентов возврата их продукции. Это часто бывает. Но вот это меня заставило задуматься, я всю ночь не спал, волновался, чувство моей самолюбия было задето. И вот я в 6 часов утра здесь. Спасибо тебе, Роман. На самом деле, ребята, ну действительно, толчок это был. Я понял так, что я хочу сделать теперь сложную версию, вот именно как на коробке. Просто пободаться с этими товарищами, которые там работают в этой фирме. Сейчас фирмы, они, как правило, создают маленькие фотостудии, там работают 2-3 человека, ретушер. И они знают все требования, у них есть свои стандарты, и они этим стандартам следуют и фотографируют на свою продукцию. И мне захотелось повторить. Это чисто профессионально такое, да, задето, профессионально такое чувство. И поэтому, конечно, я пошел с утра с собачкой гулять, она меня разбудила в 6 утра. Я говорю, ну ладно, пока жена спит, мы сейчас сбежим на работу и это сделаем. И, короче говоря, после небольших раздумий, я очень внимательно изучил этот, я понял, что роды здесь были сложными. Но я решил создать такую схему, где бы я мог в один щелчок вот это все получить. И вот давайте сейчас посмотрим. Вот я настроил все. Фотографирую. И вот что получилось. Разницы между вот этим и вот этим практически, как вы видите, нет. Ребята, вы же не думаете, что действительно с одного щелчка я получил вот эту фотографию. Но нет. Нет, конечно. И если бы это можно было сделать, то, естественно, я бы показал своим клиентам и вам очень простой способ. Как немцы говорят, цак-цак, раз и готово. Нет, конечно, это фейк. То есть это уже обработанная фотография. Но за то, что я вас пытался обмануть, я оправдаюсь тем, что сегодня я вам покажу этот, скажем так, усложненный, я называю его японский ножик Pro. То есть усложненный профессиональный вариант. Хотя схема тоже не очень сложная, но обработка сложнее в фотошопе. Вот в чем дело. И, естественно, этот рисунок был доведен в фотошопе. А сейчас мы с вами займемся тем, что разберем конкретно, как я шел, как двигались мои мысли сегодня утром. И потом пойдем с вами в фотошоп. В этот раз я не буду избегать. И все сделаем до конца и получим с вами вот этот результат. Клянусь. Итак, к делу. Сначала мы просто установим наш ножик в этом же положении, как на картинке, на стол. Я подложил туда кусочек своей массы, которая липнет немножко. И подложка у меня служит опаловое оргстекло. Причем у меня ножик лежит в другом положении, то есть в обратном. Потому что на той стороне у ножа клеймо. А я хотел повторить точно то, что на коробке. И поэтому перевернуть фотошоп я счел это беспроблемным. Сверху, под углом, я поставил софтбокс. Видите? То есть у меня так называемый журавль. На журавле я поставил под углом этот первый свой софтбокс. И сейчас буду снимать. Для того, чтобы у меня шло совершенно сверху, я не хотел на пол стелить. Поэтому сделал так. Вот первая наша фотография. Понятно, что под этим углом и под этим освещением у нас стали не видны, никакие уж даже слабые, не видны эти дамасковские полосочки на лезвии, что делает его декоративным. И обратите внимание на ручку. Она тоже белесая с обоих сторон. И очень такая непрезентабельная. Также не освещен грань, то есть самого режущего грань не освещена. Поэтому я поставил еще один. Здесь софтбокс. Задача у меня такая, чтобы на ручке сделать небольшой блик, увеличить ручке объем. А для того, чтобы у меня ручка проявилась, я поставлю два флага из велюра. Сейчас покажу поближе. Вот так они стоят под углом. Так как я снимаю сверху, они совершенно не мешают, но задачу свою выполнить, в чем мы сейчас и убедимся. Вот что мы получили. И мы получили. До этого у нас, вы видите, были белесые края нашей ручки. И темной был вот эта режущая кромка. То сейчас, смотрите, там у нас все хорошо получилось. Да, кромка не дошла до самого конца. Можно было бы здесь поставить еще один светильник. Но в этом случае есть опасность, что пойдет пересвет на лезвие. Что я не хочу. Поэтому я оставлю это для фотошопа. Это гораздо быстрее и скорее, скажем так. Но вы теперь скажете, а как же быть с этими узорами? Для этого я сделал такую хитрую, тоже флажок. Вот такой. Видите? И вы помните, что у меня есть такие велосипедные держатели с зажимами. Я сейчас туда его и поставлю. Вот этот зажим. Вот смотрите. Мало того, что я его здесь поставлю, я его и сейчас еще под определенным градусом, но это методом тыка, сделаю. И вот сейчас посмотрите. То есть флаг стоит сверху под наклоном и, в общем-то, должен осветить нам лезвие так, чтобы проявились эти самые узоры. Делаем еще один заключительный снимок. И мы видим, что у нас узоры есть. Но проблема в том, что, создавая эти узоры, мы непроизвольно создаем лишнюю тень на ручке сверху, которая нам совершенно не нужна. И посему я в фотошопе буду использовать два этих файла. Вот этот и вот этот. То есть с одного я возьму ручку чистую, красивую, а с другой я возьму вот этот узор. Чем хорошо, что я смогу узор отдельно потом от ручки высветлять, затемнять, изменять. То есть это удобно. Ну вот и все, дорогие друзья. Смею вас заверить, что на этом работа фотографов закончена. Вступает в роль ретушер. А так как мы сами с вами и жнец, и швец, и надуде, и грец, то мы сейчас возьмем коробочку, возьмем этот ножик и пойдем с вами в фотошоп. Окей? Пошли. Почему, дорогие друзья, я вас пригласил к фотошопу с ножиком и с коробочкой? Да, потому что я хотел бы, чтобы вы сами убедились в том, о чем я в самом начале рассказывал. Это, да, это новый мой 2D принтер. То есть это серия Pro, тоже от DaVinci. Я его вчера, разавчера он пришел, вчера я опробовал и сделал вот такой миленький пинцетик, который мне нужен, чтобы оттуда кое-что доставать. Когда, допустим, идет филимент и лишнее, то их можно. То есть он сам собой является инструментом и создает инструменты. Я думаю, что когда у меня будет побольше времени, я займусь ему конкретно. А пока нам нужен ножик. Итак, давайте поближе подойдем. Вот так выглядит нож на упаковке. Так он выглядит на экране монитора. А вот так он выглядит на самом деле. То есть под каким углом повернешь, то и получишь. Теперь давайте рассмотрим более внимательно вот эту версию. Что меня здесь насторожило? Почему я решился, что здесь очень много работы ретушера? Ну, не так много, но тем не менее. Ну, во-первых, мы видим, что лезвие имеет такой желтоватый оттенок. То есть сделано специально, чтобы проявить это все. И везде по оттене мы видим тоже такой налет желтоватый немножко по ручке вот здесь. Меня больше интересует вот эта полоса. Вот эта. А на самом деле ее нет. И появиться она не могла. Это сделано только для того, чтобы оттенить вот белую лезвие. Само заточенное лезвие. То есть режущую кромку. То есть здесь это 100% Photoshop. Так. Мы с вами сняли похоже. Все. В общем-то нам нужно будет только... Ручка здесь мне вот как раз не очень понравилась. Она такая невыразительная. То есть весь упор лег на лезвие. А ручку как бы немножко забросили. Поэтому я и поставил второй светильник, чтобы здесь дать такую тень. Не тень, а блик. Который сделал нашу ручку более такой объемной. Ну вот. Давайте теперь попробуем сделать точную копию. Итак, мы находимся с вами в Photoshop. И мы видим точную копию ножа как на ручке. На самом деле он выглядел в самом начале вот так. После фотографирования. Ну а как мы с ним будем работать, этому я вас сейчас научу. Давайте загрузим вот этот нож. И еще один, который конечный у нас результат. Так. Выделим Ctrl-C. Ctrl-C. И сверху наложим наш нож с узорами. Первое, что нам нужно сделать, это естественно оторваться от фона. Что мы сейчас и сделаем. То есть, я возьму. Вначале я бы конечно хотел избавиться от этого лишнего штриха здесь. Вы помните, что под этим слоем находится чистый абсолютно. Ну как абсолютно, более-менее. А здесь уже он из-за того, что сверху падал этот черный отражатель, флаг. То он и дал вот этот. Можно было двигать, можно было конечно подкладывать какие-то белые бумажки. Но вы знаете, сделать проще это в Photoshop. То есть, я поставил сейчас маску. Возьму черную краску. И по этой маске просто-напросто пройду вот здесь. И все. Таким образом я ручку уже и сделал. Тем более, что вот так. Соединим эти два слоя. Контур Е. На всякий случай продублируем. Подложим сюда один слой. И заполним его белым. Переходим на наш верхний слой. Видим, что тут все нормально. Берем перо. И начинаем выделять наш нож. После того, как мы выделили все. Правой кнопкой мыши мы скажем, теперь нам нужно сделать выделение. Допустим, здесь я возьму один пиксель. Картинка очень большая. Выделили. Тоже сделали. Ctrl. Foda. Ctrl. Йод. Да. Йод. Этот мы можем теперь отключить слой. И мы видим, что вот мы получили такой ножик. Я специально оставил тень, потому что она нам будет еще нужна. Так. Пойдемте дальше. Цветом мы займемся в самой последней очереди. А сейчас я бы хотел вам продемонстрировать то самое место, которое я заподозрил, что кнопка была создана специально. Потому что при фотографировании это было бы довольно-таки сложно. И проще, конечно, гораздо проще сделать это все в фотошопе. Так, мы сейчас это все сделаем. Теперь проведем суда. Подгоним. Так, чтобы смотрелось хорошо, но должна к концу быть заострена. Что мы сделаем? И теперь заполним его, вот этот слой заполним. Теперь сделаем так, что это будет музеление. Создадим новый слой. И заполним каким-то таким цветом. Который возьмем отсюда. Есть. Но дело в том, что нам необходимо сделать градиент. Так просто не получится. Посему мы сейчас сделаем черную маску. Уберем это все. И потом с помощью градиента сделаем то, что нам нужно. так, стоп. Вот он, эта масочка. И теперь можно будет воспользоваться этим самым. Так мы, конечно, совсем уничтожим. Но если мы сделаем побольше, пойдем здесь так-то аккуратненько. Вот так. То есть тут мы можем следить за тем, что мы делаем. Готово. Теперь следуем еще шагом. Но мы маску можем немножечко размыть еще. Чтобы не было так уж. Четко у нас. Вот так. Много. Вот так. Готово. И следующее. Теперь мы уже продолжим вот эту линию белую. То есть само лезвие. Закроем вот это черное. Для чего тоже перейдем на новый слой. Возьмем перо. И попробуем тут нарисовать нужный нам клинок. 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 Так. Смотрим. Так, это я поторопился. Давайте пойдем медленно. Поспешишь, говорят, ледяно спешишь. Но хотел побыстрее сделать для вас. Итак, новое. Сделаем сейчас слой. Возьмем. и пойдем прямо, 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 прямо. Тоже не спеша. Проходим по всей. После того, как мы на сей раз сделали уже более аккуратно, сделаем. В этот раз возьмем 0,5. 0,5. Так, Яна. Не огурочка, но... Так, что-то он ругается. Чего он ругается? ЗВОНОК 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 0,5. 0,5. Окей. Так. И заполним все это белым. Так как мы находимся на новом слое, то в этом будет проблем никаких. Единственное, я смотрю, что у него вот так. Декрафт это сил такая. Поэтому я оставил здесь тень, вот эту. я здесь специально оставил, она оттеняла вот здесь белый. Теперь мы ее можем уже убрать лишнее. а эту оставить. Вот отсюда мы сейчас дойдем. Потому что эта тень у нас будет, она более острая такая, более жесткая. не совсем планируем. Ага, здесь мы промахнулись. можно сделать один и просто вырезать. Готово. А эту часть мы возьмем сейчас маску, черную кисточку и пройдемся здесь. Берем резкие края, которые нам естественно не нужны. делаем более так мягкое издействие. Ну и тем самым добьемся реализма. тут уберем еще. Так, готово. После этого тоже можно свести все на одно без естественно белого фона. Это Ctrl-Shift-Alt-E команда. И теперь займемся уже самим узором. Дело в том, что тогда, когда делается фотография, то выбирается естественно самый контрастный, самый лучший, без всяких повреждений ножек. С хорошим отчетливым рисунком. Но у нас с вами только один нож. И поэтому им-то мы будем пользоваться. Возьмем Tapas. Немножечко здесь поиграем с настройками. вот так. Скажем ОК. Подождем чуть-чуть. Все такие вещи надо делать на отдельном. Ну, я уже проверял, тут все нормально, так и будет хорошо. Готово. Так, потеряли немножко резкости, да? Поэтому вот эту часть на ручке пускай она так будет, а вот эту часть мы сейчас с вами продублируем, поставим на место. чуть-чуть. Вот так. Все, теперь на месте. и теперь мы можем безболезненно это отдельно сделать более резко. Вот так. Если результатом мы останемся довольны, да, то можно естественно эти вещи соединить, перед этим правда надо кое-что здесь убрать. Вот тут я смотрю появилось что-то. И край. Так. Собрали вместе. Видим, что дичайший, конечно, цвет. Поэтому сейчас сначала мы выведем его в черно-белый. поднимем. Так. И постепенно будем уводить. Так это чересчур, а вот так будет уже нормально. Так. И естественно надо будет мы видим, что в правой стороне градиента вот так поднять ему. Есть. Готово. Теперь посмотрим, все ли у нас в порядке здесь. Да, у нас этот очень хорошо сработал. Топаз замечательный фильтр. Хоть и стоит 80 евриков, но не очень сильно помогает. За что я его и люблю. Так. Перевернем. Давайте доведем уже до кондиции совершенно. И вот это место почистим. я возьму сейчас смешивающую кисть и вот здесь сведу эти краски на нет. Тем самым уберу пиксели здесь. Так. Потом доведу до ума еще вот этот самый конец вот здесь. Все эти мелочи, но они как бы позволяют сделать картинку действительно вкусной, хорошей. Чем отличается в общем-то профессиональная работа от непрофессиональной. Именно вот этим любовью к деталям. Вниманием к деталям. Так. Здесь и вот тут я вижу косячок маленький. Ходим дальше. Все нормально. Тут какой-то кусочек какой-то кусочек. Ну и черное тоже берем. Слишком черное полосице. Так. вот так. Еще если нам необходимо дальше вот здесь можем пройтись белым. Так. Так. ну и вот дорогие друзья мы с вами получили то что фактически на коробке сейчас я посмотрю еще стоит ли поднимать если бы нам нужен неправильный баланс белого то есть как там немножко желтоватый то мы могли бы вот поиграться вот здесь с этим фильтрами различными и сделать уже именно так то есть вот на коробке оно выглядит именно так смотрим качество очень хорошее но с этими полосами я ничего сделать не могу кроме так каждый момент вот здесь с помощью проходить но это я говорю это задача для ретушера уже не для фотографа то есть тогда можно еще улучшить как бы да проходя убирая вот эти вот естественные полоски и создавая рекламную картинку но это не моя задача я показал как можно фотографировать как можно ретушировать если у вас есть время и желание еще дальше внести свою лепту и сказать что вот теперь то оно точно выглядит так мы можем взять опять же смешивающую кисть ей поработать то есть это полная такая скажем так деятельность для ретушера когда от него требуется идеальная картинка он может ее выдать пользуясь различными методами в фотошопе вот как я сейчас это делаю и тогда картинка будет уже идеальной без всяческих таких полосок которые являются естественными для ножа как вы убедились ну ретушеру за это платят он может с этим тут так это долго возиться поправляя подправляя выравнивая вот эти все полосочки создавая уже действительно нереально красивый радиент вот там видите разница да то есть как бы предела совершенства нет вопрос как всегда во времени и во плате если бы мой заказчик согласился мне это оплачивать то почему бы нет я бы с удовольствием делал эти бы ножи хоть каждый день они красивые мне нравится их и фотографировать и обрабатывать то есть я бы с удовольствием этим занимался но цена была бы скажем так очень 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 приличная потому что я чувствую что больше пяти ножей я за день не сел это подсказывает мне что-то вот видите получается уже красивая зона здесь и так по всей ну на этом дорогие друзья я то наверное закончу все-таки это все-таки такой урок а не доведение скажем да да до последнего все мы с вами добились цели ну вот дорогие друзья наша эпопея подошла к концу и мы с вами в общем-то как вы видите добились того чего хотели то что я вам обещал в самом начале да видео получилось длинным но тоже предупреждал что вот этот подход когда мы к ножу относимся как к произведению искусства и делаем его одиночным красивым и так далее потом еще долго ретушируем другого здесь нет если этот способ не подходит пользуйтесь первым и кстати не откликайтесь вот туда иначе мне придется перевешивать скоро картинки то есть сейчас я сделаю видео и с чувством глубокого удовлетворения поеду домой вот уже этот слышит позывные что мы скоро уедем поэтому отдохнуть еще удастся завтра у меня съемка мебели поэтому только вот эти полдня ну ничего ну ничего я рад что я смог вам показать этот путь и сам его прошел на этом фирма Петерсон и я Эдвард Петер прощаемся с вами желаю вам хороших выходных пока петерсон Продолжение следует...